Субтитры сделал DimaTorzok Всем привет! Всем здравствуйте, мои дорогие зрители! Рады видеть вас снова у себя на канале в новом видеоролике. Как вы уже поняли из названия, Роман у нас отправляется в санаторий. Мы его начинаем собирать, папа его отвезет. И я достаю чемодан. Знаете, сколько раз я себе говорила не использовать вещи под хранение? Много раз. Но ничего меня не учат, поэтому в чемодане у меня хранились летние вещи. Плюс там еще какие-то вещи на вырос, например, очень большие, для Степы, для Веры. И пришлось доставать. Этот у нас специальный чемодан. Мы его покупали для Романа, потому что он очень часто ездит у нас в лагерь по карате. Я сразу прошу прощения. Ромка у меня тут в кадр вбежал в нижнем белье. Я не люблю вот это вот, поэтому быстро убежал обратно. Не заметил, что у меня съемка, поэтому простите. Вот. И вернусь к чемодану. Покупали его для лагеря и сейчас вот опять достали. Но когда будем уже, Рома приедет, я уже точно ничего хранить в нем не буду, потому что, ну, кто знает, да, мы не ожидали. А тут вот санаторий у нас. Санаторий у нас от школы. Дали нам путевку в школе. Он совершенно бесплатный. Шестиразовое питание, процедуры. 21 день он там. Уже доехали, обустроились. Уже первая процедура. Учеба. Основные предметы. Но он взял все с собой учебники, тетради. И договорились, что я ему отправлять буду домашнее задание. Он будет выполнять. Чтобы когда он вернется, вернется он уже под конец четверти. И чтобы сдать все материалы и на это не тратить время. Ну, а каникулы. В каникулы будем с ним заниматься, догонять, поправлять тему. Друзья мои, приступаем к готовке. Я уже приготовила все ингредиенты. Значит, что готовлю. Готовлю рыбный сок с консервой. Сегодня у меня это горбуша. Обычно готовлю с сайрой. Сайра не было, купила горбушу. Посмотрим. Я когда буду озвучивать, монтировать видео, я объясню. По какому принципу я готовлю. Дальше, что у меня сегодня. На ужин будут вот такие спирали макароны. Лук, морковь. Морковь у меня была заморозки. Свежей не оказалось. Надо в магазин идти. Я уж не стала. Вот. Все почистила, приготовила. Картофельный суп. Здесь у меня фарш. Свиноговяжий. Буду, не знаю, что не решила. Или, может быть, тефтельки. Или, может быть, котлеты. К макаронам, да. И здесь у меня говяжья вырезка. Полтора килограмма. Я буду часть просто отварю на салат. Буду делать. И вторую часть буду тушить. У меня замачивается чернослив. Я очень люблю, и все мои домочадцы очень любят говядину с черносливом. Покажу тоже такой рецепт. Вот. Такое меню у нас, ну, на пару дней. Говядину уже буду готовить, знаете, на выборг. Когда захотят. На следующий день. Если макароны остаются, будут макароны. Если нет, то сварю что-то другое уже, да. То есть. Поэтому поехали. Сейчас нам нужно все это дело приготовить. И дальше буду заниматься делами. А, ну и добавлю еще. У меня доски пластиковые. Скользкая поверхность. Поэтому, когда я готовлю, у меня доска скользит по поверхности. Ну, нет у меня каких-то силиконовых ковриков. Я кладу по старинке полотенчик. Где-то удобно бывает, там, знаете, что-то протереть. Я даже иногда так делаю ножом, если нужно. А потом сразу в стирку отправляю, и все. Поэтому вот. Все сказала. Поехали. Итак, на меню у нас рыбный суп с консервой. С макарошками. Или тефтели, или котлеты. И говяжья выроска с черносливом. Ну, плюс макароны на гарнир. В общем, погнали. Ну, и называется Ксюшечка созрела. В общем, давно меня просили показывать готовку. Как-то я что-то не решалась. Вот, решилась называется. Готовлю я на пару дней. То есть, это получается без завтрака. Потому что у нас завтракает только роман. Там по факту. Ну, либо если когда дети дома. Я себе тоже готовлю уже по факту. Здесь у меня обед. То есть, на несколько дней, на два. Иногда на три дня. Да, это суп. И ужин. Сразу готовлю два основных блюда. И на первый день сразу готовлю, получается, гарнир готовлю. А на второй день уже смотрю, либо осталось, либо что-то новое. Всегда готовлю в параллель несколько блюд, чтобы были такие, знаете, схожие основные ингредиенты. Там лук, морковь. И сразу перерабатываю, да, чтобы, ну, на все блюда у меня хватило. Меню я составляю с учетом предпочтений, да, и любимых блюд своей семьи. Чтобы, знаете, ничего не оставалось, а точно было все съедено. Вот, но также бывает каким образом? Бывает, например, такое, что приходится готовить два разных супа, либо два разных основных блюда. Почему? Потому что у Степы у нас проблемы, да, по гастроэнтерологии. И ему запрещены какие-то продукты, но, например, остальным их можно. И постоянно тоже готовить, чтобы только Степе подходило. Но я считаю, что это нечестно по отношению к другим членам семьи. Поэтому приходится. А здесь мне так повезло, что все блюда абсолютно Степе можно. И таким образом, так сказать, убило двух зайцев одной готовкой. То есть и Степа это все поел, и как бы остальные члены семьи пообедали. И я много времени на это не потратила. Так. По поводу мяса. Это давно я готовлю такое-то любимое блюдо. Тоже деток у меня. Мясо с черносливом. Говядину, вот я убираю все прожилки, какой-то лишний жир, да, потому что, опять же, Степе нельзя. И очень меленько, вот так вот мелко-мелко режу на кубик. Потому что, ну, в нашей семье у нас все любят, когда мелко порезано. Поэтому я стараюсь выполнять, да, опять же, работая, чтобы все было съедено и все было вкусно. Как по объемам? Здесь получается суп у нас два либо три дня, потому что муж берет на работу, ну и Рома приходит со школы. Иногда бывает по желанию Степа, когда приходит из садика, ребята у меня, младшие, сразу кушают. Я у них спрашиваю, что они хотят. И они выбирают. Ну и готовлю, когда я, например, готовлю разные супы, объем, конечно, меньше, да, то есть как это, допустим, всем я готовлю щи, включая Веру, а Степе, допустим, борщ. Но капусту я ему туда не кладу и на куриное филе, потому что ему нельзя. Здесь меня очень выручает, конечно, планирование меню, чтобы, знаете, не получилось так, что я, например, приготовила только щи, а там в пятницу на выходные вообще забыв, что впереди выходные. Поэтому меню я планирую заранее, и это очень меня спасает. По поводу котлет, значит, я готовлю их разными вообще способами, неоднократно еще, если такая рубрика понравится, будут. Ромашка тут, как всегда, привет вам передает. Увидите, что я по-разному готовлю, но в этом случае я готовлю так, чтобы Степа мог спокойно поесть. Он котлеты любит, поэтому ориентируюсь на него. То есть в свиноговяжий фар добавляю одно яйцо, соль, чуть-чуть буквально, знаете, там на кончике ножа для вкуса перца и добавляю воды. Либо я еще, бывает, отбиваю, но сегодня решила добавить воды. И все, все хорошо, тщательно перемешиваю. На раскаленную сковородку наливаю оливковое масло и спокойно формирую котлетки. Они уже так внизу подхватываются, затем я закрываю крышкой и вода выделяется, тушу до готовности. Так как там большое количество воды, соответственно, котлетки получаются очень сочные, вкусные, аппетитные и с удовольствием у меня дети едят. Ну и вот так вот, да, здесь у нас супчик, здесь у нас макарочки, все мясо варится, котлеточки. Берем тарелочку, так это выглядит ужин, капуста, соленая и поставила на второй час, вообще буду тушить 3 часа в мультиварке, чтобы прям мясо на волокна распадалось. Всем приятного аппетита! Рыкзачок! Рыкзачок! Я рыкзач! Я рыкзач! Учебнички, учебнички! В сторонку только сдвинет, сейчас папа Веру привезет. Ну куда ты туда, вон! Целовашки? Пойдем Ромку целовать? Да! Хи-хи-хи-хи-хи-хи-хи! Так! Все! Я встала! Все, веди себя хорошо! Хорошо! Ну и настал день отъезда Романа, муж у меня повез его, мы, у нас доставка детей самостоятельно, там нужно будет сдать. Веру привели из садика, потому что у нас у Веры есть такая особенность, когда она очень сильно плачет и ей становится нехорошо. Наверное, ну всем понятно. И позвонила воспитательница, чтобы посмотреть за ней, чтобы не было, знаете, никакой там ротовируса и прочее. Поэтому она у меня уснула. У меня было запланировано как раз на этот день разобрать ее шкаф с одеждой и Степин шкаф, потому что произошел большой такой скачок в росте у Веры и у Степы. И вещи, которые до этого были вроде бы все хорошо, отлично, стали просто маленькие. Она надела футболку, футболка ей как топик. Я смеялась, я говорю, Вера, ну классно. И плюс я ей заказывала тоже в совместных закупках вещей. Ну ему надо посмотреть, что-то может быть она уже вразла, что-то нужно перебрать, отобрать. Поэтому занялась этим вопросом. Ну и порядок навести, хотя там в принципе особого бардака-то и не было. Просто посмотрела, что актуально, что нет. Ну и Степа, у Степы тоже он вырос. И джинсы, которые ему еще в сентябре были, прекрасно. Сейчас они ему уже, знаете, как капри какие-то такие. Поэтому надо тоже было все перебрать. Сразу приношу пакеты и делю на несколько категорий. То есть если это вещи, которые нужно отдать, я разделяю, потому что я там от мальчика одной девочке отдаю, от Веры другой. То есть сразу и убираю. То есть когда нужно будет, они приедут за вещами, я просто отдам. Далее у меня есть новые абсолютно вещи, которые нужно выставить на продажу. Это вещи, знаете, по какому принципу? Я, например, ребятам заказываю и не подошел размер. Либо маловат, либо прям очень-очень большой. Я их выставляю и как бы продаю. То есть, ну такой, скажем, небольшой плюс. Их тоже нужно было отдельно отложить, потому что они занимают место, пространство. И я принесла, чтобы сразу все разобрать и освободить место. Ну да, добавлю еще, что все новые вещи я, конечно, стираю. Все перестирываю, глажу и потом уже только одеваю. Ну и пока я тут занимаюсь, поболтаю с вами, расскажу еще про санаторий. Потому что начала, да, в начале видеоролика. Санаторий находится в нашей области, но не так, в небольшом городке, порядка 120 километров от Екатеринбурга. Вот, и уехали они туда на 21 день. У них шестиразовое питание. Мы оформили санаторно-курортную карту. У них будут процедуры. Вот на момент озвучки видеоролика у них должен был быть гидромассаж. И там еще какие-то, по-моему, водолечебница, что-то в этом роде. Очень хорошо кормят шестиразовое питание. Живут они в таких, знаете, как малосемейных номерах. Это когда ты заходишь, у тебя две комнаты. В каждой комнате по две кровати. Рома живет с мальчиком из классов, с которым он приехал. И вот, получается, на четырех человек у них свой туалет, своя ванна. Он мне скидывал тоже видеоролик, показал. Да, там, конечно, знаете, не пятизвездочный отель из All Inclusive, но жить можно. Я посмотрела, чисто, все убрано, как бы вещи целые, мебель целая. То есть, нет такого, что, знаете, там, со времен 80-90-х годов ничего не менялось. Вот, поэтому все целое. Что еще, как говорится, нужно? Вот, прогулки у них запланированы, развлекательные мероприятия, дискотеки и прочее. Потому, пока дальше девочки не звонит. Вот я звоню ему, там, вечерком спрашивая, там, что, как. Не звонит. Но это первый признак того, что значит хорошо. Но это первое время. Посмотрим, что будет дальше. Он у нас ездит уже не первый раз. И поэтому... Ну, в санаторий это первое. А вот в лагере нет. Надеюсь, что понравится. Ну, и за нашим душевным разговором и моим рассказом прошло время. Все закончила. Осталось только отнести вещи и постирать. Верочка спит, отдыхает. Все хорошо. На следующий день уже ушла в садик. Спасибо всем за просмотры, за ваши комментарии. Всем пока-пока.